Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моём канале. Вчера я была в Обе, собственно, снимала для вас обзор, показала, какие есть орхидейки на сегодняшний момент. И также там была и уценочка, и мне её всегда так жалко, потому что она стоит практически на морозе. В ней отапливаем помещение, где двери открываются, и весь морозный воздух попадает на эти уценочки. И я хотя бы одну орхидейку всегда стараюсь оттуда приобрести, чтобы спасти, потому что всё-таки они там стоят, и ещё несколько дней, тем более в мокром состоянии, всё, они развалятся и пойдут в мусорку. Поэтому я приобрела одну орхидейку. Вы знаете, цена была не очень дешёвая, поэтому я не взяла много. Я взяла всего лишь одну, потому что для реанимашки, которая, возможно, даже не выживет, цена 300 рублей. Я считаю, дороговато, потому что те орхидеи, которые получили именно переохлаждение, обморожение, они могут просто развалиться буквально на следующий день. Может это немножко занимать больше времени, это зависит от того, какая температура в помещении. Бывает, даже приносишь хорошее растение, но если она получила переохлаждение, она разваливается буквально на следующий день, через три дня. Но опять же, смотря какая температура в помещении. Поэтому это очень печально, и нагребать таких орхидеек по 300 рублей я не решилась. Но одну я взяла, и на её примере я вам буду показывать, опять же, реанимацию орхидейки. Вот такая вот красоточка. Сегодня у меня на реанимации. Так, вот эти я убираю. Что здесь, уже начинают желтеть листики, здесь очень много гнилых корней. Вот, орхидейка стояла в холоде, и возможно, что у неё даже начнут по листьям мокрые пятна. Вот, но надеюсь, что этого не случится. Я вовремя забрала её с магазина, и реанимация пройдёт очень быстро и очень успешно. Первое, что я сделала. Вот пока она ещё стояла в пакете у меня в коридоре, я обработала её таким препаратом, как фитовер. Это от насекомых. Очень хороший препарат, он справляется идеально, но нужно учитывать несколько факторов. Во-первых, температуру. Если сильно жарко, он менее эффективный. Ну, естественно, если сильно холодно, он тоже менее эффективный. При температуре примерно от 20 до 25 градусов он работает идеально. И он идеально справляется с трипсом, если правильно развести дозировочку. Многие, вы знаете, используют препарат неправильно, а потом говорят, что Ир, не сработало, ни от чего он не помогает. Ни от клеща, ни от трипса, ни от чего. Но я могу сказать, что у меня он справляется идеально, и он справляется отлично. Нужно только понимать, что это именно препарат контактного действия. Вот когда вы обрабатываете растение, вы должны обработать её от и до. Вы должны обработать и цветы, и листья, и в пазухе тоже должен выпасть препарат. И корневую систему мы проливаем, чтобы везде попал препарат. И вот то, куда он попадёт, естественно, те букашки, которые там сидят, они сдохнут. На яйца этот препарат, опять же, не действует. Многие новички, когда я говорю, делаем обработку профилактическую, да, её сделали одну, вот, и потом ужасаются, когда через месяц видят, что начинается пожирание просто орхидеи. А всё потому, что обработочку вы сделали только одну, а нужно обработок три. Поэтому многие препараты работают и работают хорошо. Но так как вы не делаете вторичные обработки, яйца этих насекомых вылупляются и начинают дальше размножаться. Особенно вы должны, да, обращать внимание на то, что нужно сделать не просто первую профилактическую обработку, а всё-таки три обработки с промежутком примерно в 5-7 дней. Если вы в магазине увидели хотя бы на каком-то растении насекомого. Вот значит, что все орхидеи в этом магазине, они, в принципе, да, могут иметь на себе вредителей. И это абсолютно нормально, потому что, во-первых, орхидей много, и они уже приходят в магазин с этими насекомыми. Они не в магазине появились, а они приехали из-за границы уже с этими насекомыми. Почему? Потому что за границей сейчас очень строго с вообще травящими препаратами, и многие препараты вообще запретили. И, естественно, как ещё выращивать? Никак. Какими-то, может быть, лёгкими народными средствами, да, там они и пользуются, но какой-то жёсткой химией протравить растения они не могут. И вот поэтому растения приходят с насекомыми к нам в магазины, а из магазинов к нам в личной коллекции. Вот же, чтобы себя обезопасить, мы обрабатываем орхидейки. Для профилактики, и это должно быть всё-таки три обработки. Не одна первичная и единственная, а всё-таки их должно быть три. Обращайте на это внимание, даже когда у вас уже, вы видите, да, что орхидейку пожирают, одной обработки, это точно будет недостаточно, и тогда вам нужно курсом протравить, и тогда препараты нужно ещё чередовать и менять, потому что некоторые препараты вызывают привыкание, и, собственно, букашки, которые вылупляются уже из яиц, они к этому препарату уже имеют иммунитет, вот так я скажу. Поэтому здесь, я думаю, всё понятно. Эту орхидею я обработала, как я уже сказала, ещё на стадии, когда я её принесла, и она у меня стояла в коридоре в пакете, прям в пакете я её вот так хорошенечко всё опрыскала препаратом вот именно фитоверм. И ещё скажу, что здесь по инструкции нужно читать её внимательно. И если вы травите именно этим препаратом трипса, то дозировка должна, получается, идти... Вот здесь вот ампула, она 4 мл, она должна идти примерно на пол-литра воды. Можно даже взять ещё меньше и взять, например, 400 мл, да, это 2 стакана воды. И развести вот эту вот всю ампулу в 4 мл на вот эти вот 400 мл воды. Тогда эффект будет, и будет эффект очень хороший. Ну и опять же, через неделю нужно будет повторить, и лучше препарат сменить, да, и выбрать какой-то другой. Но если ничего нет, тогда ещё раз этим же препаратом опять же протравить. Но также можно воспользоваться всеми, наверное, любимой октарой, вот, потому что она идёт вообще системного действия растения, впитывает в себя этот яд. И, собственно, да, те букашки, которые начинают поедать растения, они, собственно, погибают. Я думаю, что вот, да, вопросов больше не появится. Разводите внимательно, читайте внимательно и делайте повторную обработку. Так, а я приступаю, собственно, уже к реанимации и вот к первичным действиям, да, которые я буду делать с этой орхидеей. Я снимаю держатели. Вот, она у меня уже от вредителей обработана. Я всё это снимаю, нам это не нужно. Так, как орхидея не цветёт, я сразу, да, могу, собственно, сделать вот так, чик-чик. А я обрезаю по живую почку. Собственно, у орхидеек на цветоносах есть вот такие вот почечки. И вот получается, да, цветоносик, вот он. Ну, здесь он уже начал желтеть, я его чуть ниже обрезала. Но если вот он у вас полностью зелёный, то вот эти как раз-таки чешуечки, да, и там спрятана живая почечка. И я обрезаю по живую почку, оставляя всё-таки вот эти вот цветоносики. За них потом удобно фиксировать, если у орхидеи останется мало корней, да, так же вставляем потом держатели и фиксируем. И так же в этих цветоносах очень много силы. И орхидейка, когда восстанавливается, она сушит именно цветоносы, не нижние листья, а цветоносы. Конечно, она может пробудить почку, я её потом отщипну, но вот эти цветоносики я не срезаю. Даже бывает, они пожелтеют, я их не срезаю, потому что я за них фиксирую. Собственно, мы видим, что у орхидеи здесь есть и жёлтые листики, один, кстати, уже отвалился. Вот такие все листья нужно зачищать, снимать. Даже если такой жёлтый лист находится посередине, его также нужно снять. И посмотреть, в каком состоянии идёт шейка. Потому что под таким жёлтым листом может скрываться как серый огниль, как чёрный огниль, также и мокнущий огниль, который нужно зачищать и обрабатывать. Развернула камеру, чтобы было лучше видно, как я буду зачищать орхидейку. И здесь я вам сейчас покажу, видите, сколько гнилых корней орхидейка получила переохлаждение и неправильный уход в магазине. Также есть и живые корни. И даже когда мы выбираем уценочку, всё-таки нужно выбирать её правильно. Потому что если взять орхидейку, вроде бы зелёные листья, вроде бы зелёные корни, но шейка жёлтая, с мокнущими пятнами, такую орхидею спасти будет очень сложно. Всё-таки, когда мы выбираем уценочку, нужно обращать внимание именно на шейку. Потому что у неё может быть там где-то жёлтая листочка, его можно обрезать. Где-то может быть подгнивший корешочек, его также можно удалить. Но вот если жёлтая шейка, вы уже с этим ничего не сделаете. И, собственно, орхидея у вас погибнет. Поэтому вот уценочку тоже нужно выбирать правильно. И здесь я именно ставила акцент на то, чтобы здоровая была шейка. Корни нарастим, листочки новые тоже нарастим. Ну и, кстати, здесь неплохое количество листьев. Там были и похуже. Поэтому, знаете, прямо мертвечка я решила не брать, а всё-таки взять более или менее орхидейку, у которой процентность выздоровляемости будет, ну, можно сказать, что 100%. Я почему-то в ней прям уверена. Так, обжимаю горшок и вытаскиваю её из субстрата. В принципе, субстрат неплохой. Здесь кора мелкая. Ну, конечно, очень мелкая, но если содержать такую орхидею, горшок в кашпо, как я всегда советую, да, после покупки содержать дома цветущую орхидею, то будет всё в порядке, никаких у вас загниваний корневой системы не будет. Но если такая орхидея будет стоять, допустим, в поддончике, или её будут поливать замачиванием, погружением в воду, то она сгниёт. В принципе, может быть, даже по этой причине она потеряла очень много корней, потому что в магазине их поливают, да, именно замачиванием. Они прямо заливают такой большой поддон, где они стоят, да, вот этот сам стол, он является поддоном. И заливается вода, и они там, вот эти орхидейки, стоят в ледяной воде, там всё хлюпает в обе, я вам как-то показывала этот полив, поэтому, может быть, собственно, столько корней изгнило. Так, смотрите, так как здесь есть ещё торфстакан, он влажный, но хотя бы с него не хлюпает, и уже на этом спасибо. Если бы орхидейки были очень влажные, то, я думаю, на том морозе, холоде, на котором они стояли, уже бы там ничего не осталось. Вот, а возможно, их даже недавно туда поставили, поэтому вовремя я приехала на спасение этой орхидейки, потому что не всё так печально. Убираем торфстакан, полностью от шейки смотрим. Шейка довольно-таки неплохая. Много пустых корней, вот даже на первый взгляд кажется, что этот корень хороший, но его нажимаешь, да, и он пустой. И это тоже, видите, очень много плохих пустых корней, которые я сейчас буду срезать. Опять же, я буду проверять прям пальцем, тоже, да, кажется, что корень нормальный, но он весь пустой, поэтому прямо от самого основания я буду его удалять. Так, и также все-все-все корни. Вот этот тоже, смотрите, он полностью пустой, хотя на первый взгляд казалось, что он нормальный, поэтому полностью его убираю, удаляю. Он нам здесь не нужен. То же самое здесь, вот он, хорошо, думаю, видно, да. Казалось, что он нормальный, но он пустой. Все, убираю. Также здесь полностью от основания. Хотя, я думаю, новичок мог бы запросто, да, не отличить здоровые корни от плохих и приобрести себе такое растение, а потом дома мучиться. Поэтому новичкам, конечно, лучше в мороз орхидейки не покупать. Другое дело, конечно, если вам ее подарили. Все плохие, пустые, обрезаю. Все пальчиками проверяю. Все, где пустое, обрезаю. Мне вот эта вот гниль в новой свежей посадке абсолютно не нужна. С учетом того, что орхидейка в свежей посадке также при адаптации может испортить несколько корешочков. Ну, собственно, вроде бы все. Сейчас проверю. Ну, это неплохо. Это прям хорошая заявка на успех. В принципе, можно даже сказать, отличная корневая система. Снимаю нижний желтый лист так, чтобы прямо он ушел с чешуйкой. Здесь он маленький, я смогла его просто оторвать. Но если оторвать листик, да, нужно, да, вот он желтый, его нужно оторвать. Можно разорвать пополам и в разные стороны растянуть. Вот этот листик, он абсолютно нормальный, поэтому его я оставляю. Посмотрите, какой интересный краб на листьях. Не знаю, какого она будет цвета, но крабушки очень даже симпатичные на всех листиках. Ну, вот и все. Орхидейка готова к посадке. Все, все у нее замечательно. Здесь вот можно еще, да, позачищать чешуйки от старых листьев. Итак, у орхидеи было много гнилых корней. Она стояла в холоде, и мы это прекрасно знаем. Поэтому у этой орхидеи может вылезти любая болячка. Может произойти все, что угодно. Она может даже завтра с наличием вот такой хорошей корневой системы и розетки просто развалиться. Поэтому обязательно нужно такие орхидейки обрабатывать фунгицидным препаратом. Сегодня у меня фитоловин. Также отличный препарат, если применять его правильно. Сейчас у меня орхидейка с серебряными корнями. И вот сейчас в таком состоянии орхидейку можно обработать препаратом фитоловин. Если ваша орхидейка из мокрого субстрата, ее корни зеленые, субстрат из которого вы ее вытащили, он хлюпает. Или вы проливаете фитоловином орхидею, которую полили буквально 2 дня назад, и также у нее хлюпающие субстраты зеленые корни, препарат не сработает. Орхидейка должна хотеть пить. Ее корни должны быть серебряного цвета, чтобы она впитала в себя нужное количество воды с препаратом, чтобы он сработал. Это важный нюанс, особенно для тех, кто говорит, что препарат фитоловин не работает, и гниль продолжает распространяться. Но когда начинаем выяснять, в чем проблема, оказывается, что орхидея была уже переувлажнена, принесли ее с магазина хлюпающую, еще и для профилактики пролили ее фитоловином, не вытаскивая из грунта, и там все мокнущее, чвякнущее, текущая с нее вода бедненькой. Еще и, да, вот, ну, конечно, препарат с таким справиться не сможет. И орхидейка даже его и не впитает, потому что она уже стоит мокрая, у нее там уже эти все корни бедненькие начали гнить. Поэтому обращайте на это внимание. Вот если делать все по схеме, как я сегодня показываю вам в видео, реанимашку вы 100% спасете. Поэтому сейчас я беру литр воды, наливаю для удобства, чтобы ее замочить. Обязательно водичка должна быть мягенькая, тепленькая, чтобы орхидейке там находиться было комфортно. Орхидейку окунаем серебряными корнями, или если орхидея у вас в посадочке, то тогда нужно просушить грунт, чтобы корни стали серебряного цвета. А потом уже, собственно, эту орхидейку поливать. В моем случае, да, буду замачивать корневую систему. Фитоловиной я добавляю 2 мл на 1 литр воды. Собственно, вот, отмеряю шприцом и добавляю. Перемешиваю. Водичка прям очень приятная. Тепленькая, мягенькая. И вот теперь я окунаю туда орхидейку. Так, чтобы и шейка тоже была в препарате. Сильно долго замачивать орхидейку я тоже не буду. Нет никакого смысла. Я дождусь только того, чтобы корни позеленели. Если корни позеленели, значит они уже впитали в себя нужное количество воды. И этого будет абсолютно достаточно. Когда корни позеленеют, я могу потом взять и перевернуть растения листочками в воду. И также пусть немножечко еще листики напитаются препаратом и оздоровятся. Ну, тоже буквально одну минуточку, чтобы просто увлажнить. Также можно было бы и опрыскать. Ну, вот так вот мне сегодня, конечно, удобнее сделать в растворчике. Все. Буквально то, чтобы корни позеленели, достаточно, вот смотрите, нескольких минут. Ну, в принципе, можно замочить до пяти минут. Я думаю, что сегодня даже получили ответы на вопросы те, кто не понимал, почему некоторые препараты не работают. А все потому, что вы поливали и удобряли, реанимировали очень мокрое растение. Если вы приобрели реанимашку, как я сегодня, да, и вы видите, что в грунте грибы, там все гниет, не раздумывая, вытаскиваете такую орхидейку. И если вы заметили, что ваша орхидея пышно цветет, но у вас в горшке творится ужас, плесень, грибы, неприятно пахнет субстрат, гниют корни, вы знаете, не жалейте. Обрежьте цветы, вытащите растения, обработайте, как сегодня я показала в видео, и посадите ее в хороший субстрат. И орхидейка очень быстро отблагодарит вас новыми корнями, листочками. И, конечно же, она у вас заново зацветет, но она при этом уже будет здоровая, и вы не будете переживать за ее здоровье, и вы точно не выбросите ее в мусорку. Пока орхидейка будет настаиваться, а ее посадочку я вам покажу уже в следующем видео. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока!